Я ваша ученица. Подскажите эзотерический способ избавления от прыщей. Спасибо. Берете стаканчик, берете второй стаканчик и говорите, ты моя водичка, ты моя золотая, ты смываешь всю грязь людей, ты делаешь людей счастливыми, ты наполняешь их жизнью, ты такая славная, ты такая сладкая, излечи мои прыщи. И после этого умываетесь. Есть ли какие-либо эзотерические способы, которые могут помочь человеку, взятые из других книг? Есть способ такой, о котором писал Фома Аквиланский. Он написал способ и он выглядел приблизительно так. Еще тогда, в 1630 году, Аквиланский написал в своей книге следующие слова. Он сказал, если человек хочет жить очень долго, кстати, он жил долго, если человек хочет жить очень долго, то он должен взять победные листья, листья победителя, заваривать их горячей водой и мыться ими. При этом паститься, ничего не есть во славу Господа своего. При этом пить только медовую воду. И дальше дает совет. Медовая вода должна быть обязательно из медов желтых. О чем он говорит? Он говорит или он пишет о листьях победителя, то есть по-другому лавровом листе, который заваривать и им обмываться, пить его не нужно. А при этом, кстати, обмывание лавровым листом убирает прыщи. При этом пост однодневный, двухдневный, трехдневный, где человек во время поста принимает только теплую или холодную воду с разведением небольшого количества цветочного или желтого меда, или меда желтого цвета, натурального. Работает ли это? Да, действительно молодежь. Действительно молодежь. Я не знаю, как это работает, почему у него это есть. Знаете, там у него есть такое, как женщины привораживают других мужчин, или как мужчины привораживают других женщин. И там он говорит, представь, будто на женщине ты видишь большое количество бегемотов. И представь, будто из глаз твоих красные угли бросаешь в этого человека или на этого человека сыпешь. И завершением этого всего нужно сделать так. Но я, к сожалению, не должен вам говорить, как, потому что сейчас начнутся привороты, поэтому я третье оставлю. Но первое и второе тоже работают, но слабенько. Поэтому третье вам придется искать самостоятельно. Но я уверен, что вы этой книги все равно не найдете. Если найдете, она будет написана на другом языке, а перевести вы не сможете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!